Депутат Городской Думы С 11 февраля отменили льготы диабетикам По закону муниципалитет не может выделять средства на приобретение тест-полосок и расходников для этой категории больных Речь идет о 232-м постановлении, о котором не слышал, наверное, только глухой Потому что очень много об этом говорили Очень много это постановление обсуждалось в конце прошлого года, когда принимался бюджет Действительно ли этим документом связываются руки муниципалитету и Думе И мне казалось, что в конце прошлого года вопрос с диабетиками был решен положительный И льготы удалось отстоять депутатам, и даже средства были заложены в бюджет Так что же произошло в феврале? Наиболее важным решением городской думы в любые времена считается решение о бюджете города на следующий год И действительно были серьезные обсуждения и серьезные ограничения, наложенные на наш бюджет городской Со стороны Министерства финансов Российской Федерации, вот этим 232-м постановлением правительства О том, что город не может финансировать те обязательства, которые не заложены у него по закону То есть есть обязательства, которые мы обязаны финансировать, есть обязательства, и это в основном социальные обязательства Которые мы не имеем права финансировать, то что мы считаемся дотационным городом Мы получаем дотацию из федерального бюджета, это порядка 400 миллионов рублей в год И нам прямо указали, было подписано новое соглашение, в этом соглашении прямо указано, что мы обязаны отказаться от таких расходов От расходов на социальную сферу, а это и школьное питание, и различные жилищные программы, и в том числе вот эта медицинская помощь Но в чем состояла борьба депутатов с тем бюджетом, который был представлен администрации на рассмотрение В чем вот камень преткновения был Как я знаю, льготы пытались отставить до последнего, в разрез с этим постановлением Да, именно так, предусмотрены определенные штрафные санкции Вот этим же соглашением предусмотрены штрафные санкции В каком объеме? А именно в том же объеме, в котором мы понесем эти расходы То есть, насколько мы потратим на непрофильное, условно говоря, обязательство денег из городского бюджета Настолько же с нас снимут финансирование по линии дотаций Ну, то есть, например, у нас 200 диабетиков Сколько стоит тест-полоски? Ну, допустим, 2-4 миллиона Четко цифрами говорить В городском бюджете было заложено 4,5 миллиона 3,5 миллиона на диабетиков Мы заложили бюджет, и на 4,5 миллиона нас еще оштрафует федерация В случае, если останутся эти расходы, то мы, условно говоря, согласились, что мы недополучим Не то, что это оштрафует, мы недополучим эту субсидию Потому что они, по сути, в режиме реального времени видят эти расходы И таким образом поддержка диабетиков нам обойдется в 9 миллионов рублей Ну, фактически, да Умножить на 2 любые расходы, связанные с социалкой Не только вот именно касательно диабетиков, а и так далее А наш бюджет не может позволить себе вот эти суммы? В принципе, может, но и они были заложены И ведь, когда решение находили по бюджету Когда 27 декабря мы утверждали бюджет В том числе нашли решение по школьному питанию Чтобы его до конца учебного года как-то сохранить Договорились, что вот есть некая сумма на диабетиков И что мы будем отнести эти расходы И готовы к рискам Да, и определили категории льготные Именно специальные категории Которые будут получать эту помощь Из городского бюджета Но почему 11 февраля? Казалось бы, почему не с 1 января Не с 9 января отменили все эти льготы С 9 января у нас в городе работала комиссия Счетная палата Нижегородской области И Минфина Российской Федерации Я считаю, что Ну, это только мои догадки Почему 11 февраля Я считаю, что, скорее всего, нам прямо указали Что больше такие расходы нести нельзя То есть, либо вы их совсем отменяете Либо, ну, голова с плеч, как говорится И так как это было принято решение главы администрации Это было постановление главы администрации То, скорее всего, они были очень убедительны Доводы у них, чтобы отменить эти расходы Несмотря на то, что, да, финансирование было в бюджете заложено И, казалось бы, решение было найдено Получается, таким образом город остается без льгот И у нас нет вариантов Да, к сожалению, так Вот И действительно, наверное Я говорил об этом на плану бюджетного комитета И заранее говорил, еще в октябре месяце Когда узнал об этом соглашении Что этот вопрос надо было поднимать раньше Не тогда, когда бюджет внесен И вот он какой и есть Соглашение было подписано в марте прошлого года Соглашение, нет Это было постановление вышло в марте А само соглашение было подписано в августе Потому что за этот период оно готовилось Новое соглашение между городом Министерством финансов Российской Федерации И Минфином Нижегородской области То есть губернатор подписывал даже вот так Со стороны области Вот когда оно готовилось бы Надо было уже поднимать, так сказать Разговор об этом Надо было сообщать депутатам Надо было наставить в курс дела О том, что, ребята, мы можем лишиться Этих социальных льгот, социальных гарантий Ну и готовить горожан к этой ситуации Ну и как минимум, да, освещать эту проблему Или противодействовать, к слову, таким Ну, условно говоря Потому что у нас зато Мы не обычный городской округ Мы закрыто административно-территарное образование И это нам дает определенные привилегии Ну, казалось бы, в законе прописано, что мы имеем Повышенные социальные гарантии Зато имеют повышенные социальные гарантии Но в чем они выражаются И в каком документе они прописаны Этого нет И вот такое бы постановление Оно могло им стать Или это соглашение Но не стало, потому что пошли по пути Наименьшего сопротивления И подписали это соглашение Поэтому теперь уже имеем, что имеем Потому что в декабре уже было поздно махать кулаками Когда уже вся драка случилась Еще немножечко общегородской повестки И перейдем к округу Благоустройство Самое яркое, наверное, событие в этой сфере Это появление строительства детской площадки В парке Зернова В рамках проекта Формирование комфортной городской среды Были получены деньги 20 миллионов рублей На эти 20 миллионов рублей Площадка построена Кому-то нравится, кому-то нет Мы сейчас эти субъективные моменты Не будем обсуждать Обсудим то, как она сдавалась Ее обещали закончить к середине сентября Закончили к декабрю И наш канал следил за тем Что происходит на стройплощадке И депутаты очень внимательно Этап за этапом следили Почему произошла эта задержка Большая, ощутимая задержка В рамках депутатского контроля Который осуществляет городская дума Мы можем, условно говоря, быть наблюдателями И задавать соответствующие вопросы Призывали к ответу Внимательно следили за реализацией этих проектов В том числе И было 20 декабря Когда нам было обещано Что все работы будут завершены Все уже 100% 20 декабря И выездное заседание комитетов Собралось несколько депутатов Приехали, посмотрели Работы на тот момент еще не были закончены То есть там где-то укладывалось покрытие Еще что-то И по словам подрядчика Который там присутствовал на объекте Там был руководитель фирмы Субподрядный Который выполнял эти работы И по словам администрации Чиновников администрации Задержка была связана с изготовлением И поставкой малых архитектурных форм То есть тех самых комплексов игровых Которые не только надо заказать Их же надо еще изготовить И, видимо, произошли какие-то задержки С финансированием, с оплатой этих комплексов Поэтому они были изготовлены поздно И как только, условно говоря, даже с колес То есть их привезли И сразу устанавливали там на месте Поэтому вот произошла такая задержка Но это объективные, получается, причины задержки? Или это можно было как-то ускорить? Да, как сказать На самом деле это системная проблема То есть такие задержки С выполнением работ по благоустройству Они сплошь и рядом И даже вот брать работы 17-го года В том числе очень много работ С 17-го года перешло на 18-й год По многим округам Ну и тут та же самая история Почему-то, не почему-то, а вполне Иногда по объективным причинам Многие работы уходят в зиму, в снег Особенно там работают по укладке асфальта и так далее Это, конечно, всегда вызывает вопросы Раздражения у горожан, у людей Почему там асфальт кладется в снег, в лужи и так далее Это всегда очень негативный момент А весной со снегом пропадает? Ну, а весной, как обычно, да, все расставил И асфальт тоже расставил вместе с ним А раз мы заговорили об округах И о задержке благоустройства на округах Я знаю, что в 2018 году Очень многие депутаты Не выполнили свои обещания по благоустройству И, насколько я знаю, в том числе и вашего округа Это не коснулось Что-то было обещано и не сделано И тоже какие-то там проволочки были Вопрос сильно принципиальный И начну, наверное, с крупного Того, что на уровне городской думы Решалось по поводу благоустройства Не в частности, там, вокруг мой, да А вот в целом У всех одинаковая проблема Это вот именно задержка с выполнением работ Когда окончание благоустройства на округе Выходит там в ноябрь месяц Там в конец октября Или даже хуже того, если в декабрь Или вообще не будут выполнены работы Это самый негативный сценарий Долго задавались вопросом, что делать Там призывали Сергея Ивановича к ответу Как он видит возможность решения этой ситуации И развития событий И вот по поручению главы города Александра Михайловича Я принял участие в неком совещании У Сергея Ивановича Мы специально организовывали это совещание По выработке механизма Как сделать так, чтобы договор на выполнение работ Заключался не в июне, там, июле месяце А заканчивался в ноябре А чтобы он заключался в марте И заканчивался, например, в сентябре месяце Чтобы люди, там, возвращаясь из отпусков Там дети идут в школу Чтобы все благоустройство уже было установлено То есть все там, если новый детский городок Давайте сейчас дать чуть-чуть попонятнее То есть депутаты решают, что они сделают на своем округе Об этом заявляют Получают какое-то финансирование из бюджета И в июне, в июле заключают договоры с подрядчиками Механизм следующий Начиная с января месяца Даже чуть раньше, в декабре месяце Мы подаем некие заявки в администрацию У нас там нет такого, что вот у тебя там есть деньги Ты их должен потратить Нет, мы подаем заявки Что мы хотим? А, да, что мы хотим делать Детская площадочка Да, да, да И получается так, что администрация их сначала осмечивает Получает некую сумму, смету на выполнение этих работ Где-то что-то больше, где-то меньше Там добавить, убавить Это происходят некие вот такие, ну, торги, назовем так Внутри нашего, так сказать, движения с ДГХ И к первой корректировке бюджета Уже более-менее сверстаны все программы Там четыре контракта, по сути Четыре направления, по которым будут заключены муниципальные контракты И вот этот процесс, который обычно происходит в первом квартале текущего года По выстраиванию вот этих контрактов Кому-то надо там асфальт положить Где-то там проезд расширить Кому-то мафы поставить У кого-то там работа по капитальному ремонту И вот эти контракты формируются Значит, они раскладываются по суммам Ну, то есть деньги делятся, по сути На крупный объект, по крупным суммам И потом происходит корректировка бюджета В марте месяце Я не депутат, и, может быть, я не понимаю Разговор шел к тому Но вы же выбираетесь на пятилетний срок И вы знаете, что в этом году я сделаю то-то В этом году я сделаю вот это Зачем тянуть до марта? Почему бы в декабре не предоставить свои хотелки? Так вот об этом и речь Что на самом деле мы выработали следующее решение Что в декабре депутаты должны в процентном соотношении Приблизительно, условно говоря Приблизительно сказать, что ему надо вот столько-то на дорожки Столько-то на ремонт, столько-то на мафы И как бы эта сумма приблизительно Ну, плюс-минус 10% Так или иначе с некой долей ошибки вероятности В плюс или в минус Но разойдется В целом мы останемся в пределах финансирования Если крупно, вот на все благоустройство брать деньги И уже в декабре, при утверждении бюджета Мы знаем точное приблизительное распределение И к этому готовить контракты И до марта месяца мы тратим время не на депутатские пожелания А на подготовку контрактов То есть в то время, когда с марта по июнь, допустим, готовятся контракты И в июне мы уже начинаем благоустроить По сути, да, в марте месяца уже должен ДГХ выйти на заключение контракта В этом году будет так В этом году мы идем по этой схеме Она пробная, условно говоря, это некая новация в истории с благоустройством в городе Посмотрим, как она отработает, эта схема Но речь не только о задержке Речь идет о том, что в прошлом году на очень многих округах вообще ничего не было сделано И даже не начато были работы Да, к сожалению, и я, например, попал в эту же историю И многие депутаты вместе со мной Был недобросовестный подрядчик как раз по одному из направлений Это по участию в расширении проезжей части, парковочных мест Но это уже зависит от недобросовестности тех или иных подрядчиков Которые путем демпинга, снижения сильной цены Выигрывают контракты, а потом просто не способны их выполнить И никакие увещевания, совещания или призывы к ответу этого подрядчика Не спасут ситуацию Просто порой у них даже нет ни техники, ни людей для того, чтобы выполнить эти работы Ну а как такой подрядчик участвует в серьезных торгах? Какой-то должен быть черный список, может, недобросовестный исполнитель? Понимаете, это все, конечно, во-первых, на совести конкретных людей, которые идут в эти конкурсы А потом понимают, что они не могут их выполнить А с другой стороны, на них накладываются штрафные санкции Да, они попадают в черный список поставщиков То есть более эта организация не будет участвовать в таких торгах И у нас депутатов нет ни кнута, ни пряника для этого подрядчика Потому что их просто нет таких полномочий у городской думы Мы дали свои заявки, мы запланировали эти работы И дальше мы просто смотрим на их выполнение И уже в августе месяце я уже был точно уверен, что у меня не выполнится работа И пришел в ДГХ и сказал, что работы выполнены не будут Потому что ничего не происходит у меня на округе А у меня вылетело все финансирование, там все 500 тысяч, которые планируются ежегодно из городского бюджета Не были потрачены вообще И куда теперь эти 500 тысяч? Они сгорели? Ну, в прошлом году это получается, да Но, к счастью, департамент финансов, администрация запланировали те расходы, которые не были совершены в прошлом году Именно из-за этого контракта, из-за этого подрядчика, они были запланированы в 2019 год То есть сейчас этот проект, проект конкретно расширения проезжей части и ремонт мусорной площадки с парковочными местами На улице Шверника, дом 26, будет реализован в этом году, я надеюсь Ну, опять же, я его планирую, деньги запланированы Вопрос, какой подрядчик придет на этот конкурс и как он будет выполнять работы, остается открытым Что еще будет в этом году? Потому что, я так поняла, не 500 тысяч на благоустройство округа, а целый миллион уже в связи с проблемой прошлого года Да, ну, наверное, сначала, скажем, что был сделан в прошлом году В прошлом году доделывались, опять же, недоделки 2017 года Это многие тротуарные дорожки на Куйбышево, дом 7, дом 9, вот этот двор Потому что там не были завершены работы по укладке асфальта, опять же, из-за того, что зима внезапно наступила И вот из-за этой проблемы, собственно говоря, и подтолкнул искать решение, как ускорить все эти процессы Вот, третий год уже успешно, я считаю, реализуем полностью программу поддержки местных инициатив Вместе с местными жителями, жителями округа Третий год подряд участвуем в этой программе, третий год подряд проходим В этот раз удалось выполнить проект по дополнительным парковочным местам Тоже расширение проезжей части около Куйбышева, дом 3, Куйбышева, дом 5 Вполне себе органично, на том месте, где раньше парковались автомобили на газоне Сейчас порядка 7-8 машинных мест было создано Это за три года, получается, где-то около миллиона, миллион двести, где-то тысяч Было привлечь дополнительно на округ к тем деньгам, которые выделяются из городского бюджета Поэтому в прошлом году фактически завершились работы на Куйбышево 5 Вот в этом дворе, в том числе удалось решить проблему сквозного проезда Потому что там достаточно интенсивное движение идет И на комиссии по безопасности дорожного движения обсуждалось эту проблему То есть удалось решить Насчет планов в следующем году переходим в двор Шверника 26, Куйбышева 6 Нет, Куйбышева 6 Это двор рядом с теплым домом Значит, там вот будет тот долг, который с прошлого года Это вот как раз дополнительные парковочные места будут созданы И проект поддержки местных инициатив Совместно с жителями уже проведена работа там по выбору мафов, которые необходимо там установить Потому что двор практически пустой, там качели, небольшая горка Поэтому сделаем там хороший большой маф Маф — детская площадка Ну да, детская площадка, это терминология Детскую площадку обновим, сделаем Там больше различных игровых для детей разного возраста вещей И в том числе там обновим дорожки пешеходные И есть проектное освещение Уже выполненные проектные организации В том числе и установят новое освещение От благоустройства к личным вопросам С какими проблемами, с какими вопросами Как к депутату вам обращаются жить Или как часто обращаются Ввиду личный прием граждан Это обязательно такая некая форма общения с избирателями Возможность им прийти и рассказать о своих проблемах И в целом постоянно обращаются Используя все возможные средства коммуникации Это в том числе там сайт Думы, личные звонки напрямую Кто-то там на работу звонит Поэтому я всегда в доступе Всегда есть возможность найти мои номера телефонов И так далее Позвонить лично и задать тот или иной вопрос Или там обсудить какие-то проблемы О чем просят? Ну вот то, что касается личных приемов В основном проблемы касаются там жилищно-коммунальной сферы То есть каких-то, ну скажем, бытовых Или то, что касается городского хозяйства вопросов Ну от банальных, начиная от непомытых полов в подъезде Ну казалось бы До достаточно серьезных вопросов По содержанию территории По уборке территории Где-то мы порой материальной помощи Людям, которые в сложной ситуации Или там, ну, социальные вопросы различные Там касательно проживающих Ну давайте на конкретных примерах Вот о чем просили, вы помогли Чтобы было не голословно Ну вот если прямо вот об материальной помощи То зачастую обращаются там Многодетная мама недавно обращалась В прошлом году обращалась И вот недавно снова позвонила Сильно благодарила Помощь для поездки ребенка на соревнования Вот, то есть писал обращение С помощью депутатов С помощью фонда социального развития Оказали ей помощь для того Чтобы ребенок смог выступить И представить город Саров И свои результаты показать В этом году такая же ситуация Вновь поступило от нее обращение Предварительно звонок, конечно Я ее вспомнил Она сильно благодарила за прошлый год И я сказал, давайте будем действовать так же Сейчас вот решаем вопрос Ей помочь финансово Чтобы ребенок поехал в Санкт-Петербург На очередные соревнования Есть организации на округе Как я уже говорил Есть организация Теплый дом Постоянно с ними взаимодействуем Оказываем им помощь Вот, ну, например В прошлом году они представляли Саров На всероссийском мероприятии Помогали им с, ну, условно говоря С одеждой Сделали им футболки брендированные Саров И записывали для них специально С помощью усилия канала 16 Фильм о представлении нашего города Нашей области Ребята молодцы И хорошо съездили себя Показали Показали свою область Свой город И я считаю, что вот такие организации Такой Теплый дом особенный Который, по сути, дом ребенка В каком-то смысле Они вот очень важны И ценны Потому что там дети В очень сложной ситуации находящиеся То есть у них очень тяжелые семьи Порой, там, многодетные Или там родители не способны Ухаживать за своими детьми И вот этим людям обязательно надо помогать Этим организациям надо помогать И вот мы с Александром Морозовым Прям очень здесь ведем сильную работу В отношении таких организаций В прошлом году Вы сменили работу Из ВНИЭФ Пришли к нам на канал 16 Как-то это отразилось на Вашей деятельности депутата? Во-первых, скажем так Что ли, стало открытие Появилась некая оперативность Есть возможность доехать Там встретиться, переговорить Кого-то там, условно говоря, оперативно Там до администрации до той же Дойти и решить там проблемы Поэтому да, повлияло с точки зрения того Что оперативно не реагировать На те или иные проблемы Которые озвучиваются избирателями Но плюс еще к тому Что канал 16 все-таки Средство массовой информации И достаточно серьезное средство Массовой информации Уважаемое в городе Поэтому, так сказать Те проблемы, которые порой не решаются Ну, условно говоря Депутатскими запросами Или обращениями Всегда можно, так сказать Осветить в СМИ И по большому счету Многие чиновники Там работники муниципальной сферы Они обращают, конечно, на это внимание Когда появляется там Средство массовой информации На той или иной проблеме Да, привлекает к ней внимание Стараются оперативнее ее решать Или решать заранее Чем нежели приезжает съемочная группа Вы депутат уже три года И все-таки вдруг Кто-то еще не знает Как с вами связаться Как связаться, когда дни приема? Прием веду в Совете ветеранов Третьего микрорайона Это опорный пункт милиции Там же располагается Это улица Шверника, дом 24 По-моему, второй подъезд Если мне не изменяет память Дни приема Это третий вторник каждого месяца С 6.30 до 8 Я там обязательно нахожусь Вечером Вечером, да И веду личный прием Всегда можно позвонить на телефон редакции Канал 1660131 Если даже меня нет на месте То кто-нибудь из редакторов Или журналистов Обязательно примет звонок Представится Дать свой телефон И я обязательно перезвоню И найду возможность Встретиться Поговорить о той проблеме Которую человек хочет озвучить Ну или мы решим его Своими привычными журналистскими способами Через рубрику городской дозор Да, или через городской дозор Да, 37200 Тоже вариант Звонить и жаловаться Звонить и жаловаться А мы приедем, снимем, покажем Спасибо за ваши ответы Это был Петр Смирнов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому